Привет! Изначально я собирался записать для вас два ролика. Обычную распаковку и отдельно показать вам комиксы, приехавшие после закрытой автограф-сессии в издательстве Bubble. Но по стечению обстоятельств материал на оба ролика набрался почти одновременно, а поэтому я решил заперить для вас большой, жирный, летний эпичный выпуск. Начнем с того, чего уже давно все ждали, а именно с комиксов с автограф-сессии Bubble. Хроники Инока «Штурм Берлина» с автографами Артема Габрилианова, Романа Каткова и Андрея Васина. Без собой номер 23 с автографами Артема Габрилианова, Андрея Васина, Романа Каткова и Алекса Хачета. Этот экземпляр с ошибкой печати, он обладает тремя обложками. Экслибриум номер 18, вариантная обложка для Большого фестиваля 2016 года. С автографами Натальи Дивовой, Алины Ерофеевой, Артема Габрилианова, Романа Каткова, Константина Тарасова и Виктории Виноградовой. Экслибриум номер 23, вариантная обложка для Большого фестиваля 2017 года. С автографами Артема Габрилианова, Романа Каткова, Константина Тарасова и Натальи Дивовы. Красная Фурия 16.1. Таим к карточной игре «Осада Альсбурга». Данный экземпляр был выпущен к Старкону 2014 года. Его тираж составляет всего 1000 экземпляров, а обложку для него нарисовал очень известный и крутой художник Стэнли Арджерм Лау. На данном экземпляре оставили свои автографы Артем Габрилианов, Святослав Каверин, Денис Попов и Андрей Васин. Оценили его сохранность на 9,6 балла. Два первых выпуска «Майора Гром». На обоих оставили свои автографы Артем Габрилианов и Константин Тарасов. Но на одном из них также расписался и Святослав Каверин. «Красная Фурия» номер один. Первое появление Ники Чайкиной, Лоты Лемки, Яна Вана, Джошуа Доната и Дельты. С автографами Святослава Каверина и Артема Габрилианова. «Инок» номер один. Первое появление «Инока» Андрея Радова, «Магистра» и «Игоря Радова». С автографами Артема Габрилианова и Святослава Каверина. И оценкой 8 баллов. «Союзники» номер тридцать один. Вариантная обложка от Марины Приваловой для юбилейного Старкона 2019 года. На данном экземпляре оставили свои автографы Наталья Дивова, Марина Привалова и Константин Тарасов. Оценили его сохранность на 9,6 балла. «Майор Гром» номер тридцать три. Смерть Юлии Пчелкиной, Кирилла Стрелкова и Алексея Капустина. Вариантная обложка от Анастасии Глазуновой с автографами Лады Акишиной, Артема Габрилианова, Анастасии Ким и Романа Каткова. Ее сохранность оценили на 9,0. «Бесобой» номер один. Первое появление Данилы Бесобоя и «Шмыга» с автографами Артема Габрилианова, Святослава Каверина и Андрея Васина. Оценили всего на 5,5 балла. Первый и второй выпуск «Бесобоя» с автографами Артема Габрилианова и Андрея Васина. А это, пожалуй, один из самых крутых и дорогих отечественных скетчей на отечественном бланке. Это двухсторонний скетч от Андрея Васина на бланковой обложке «Времени Ворона. Пролог», которая является эксклюзивкой для Комик-Кона 2015 года. Экземпляр приехал в коллекцию к моему другу. Еще один пролог ко «Времени Ворона», в этот раз со скетчем от Анастасии Ким и автографами Натальи Заидовой, Романа Каткова и Артема Габрилианова. «Игорь Гром» номер один. Первое появление Ули, Карла Ивановича, Севы Меченова и Калигари со скетчем от Натальи Заидовой, изображающим Сергея Разумовского и Олега Волкова. На этом экземпляре оставили свои автографы Наталья Заидова, Артем Габрилианов, Роман Катков и Мария Васильева. Бланковая обложка первого выпуска Игоря Грома со скетчем от Натальи Заидовой, а также автографами Артема Габрилианова, Евгения Еронина и Романа Каткова. Еще один первый выпуск Игоря Грома, снова со скетчем от Натальи Заидовой, но в этот раз двухсторонним. Так же, как и скетч с обеих сторон, оставили свои автографы Евгений Еронин, Артем Габрилианов, Роман Катков, Денис Попов, Ирина Смолина и Мария Васильева. «Пролог к крестовому походу» со скетчем от Алины Ерофеевой и автографами Романа Каткова, Артема Габрилианова и Виктории Виноградовой. Еще один «Крестовый поход», снова со скетчем от Алины Ерофеевой и снова этот скетч двухсторонний. Как и в прошлый раз, здесь оставили свои автографы с обеих сторон Евгений Еронин, Артем Габрилианов, Святослав Каверин, Роман Катков, Виктория Виноградова, Денис Попов и Ирина Смолина. Еще один скетч от Анастасии Ким, но в этот раз на бланковой обложке «Ярха». На этом экземпляре оставили свои автографы Лада Акишина, Евгения Еронина, Артем Габрилианов, Святослав Каверин, Роман Катков, Денис Попов и Ирина Смолина. «Ярх» номер один и тоже со скетчем от Анастасии Ким. Здесь оставили свои автографы она и Лада Акишина. «Без собой исход» номер один со скетчем от Анастасии Ким, изображающим «Без собой» в состоянии ярости, а также с автографами Лады Акишины, Евгения Еронина, Артема Габрилианова, Алекса Хачета, Святослава Каверина, Романа Каткова и Дениса Попова. «Союзники» перед рассветом номер один со скетчем от Алины Ерофеевой, изображающим Нику с ампутированными ногами на больничной койке. На этом экземпляре оставили свои автографы Наталья Девова, Евгений Еронин, Артем Габрилианов, Святослав Каверин, Роман Катков, Денис Попов и Ирина Смолина, а также и Виктория Виноградова. «Легенды Бабл. Черный пес» номер один – первая часть оригина «Черного пса» и «Королевы гнили» с двухсторонним скетчем от Андрея Васина, изображающим «Черного пса» и «Настю». На этом экземпляре оставили свои автографы Артем Габрилианов, Евгений Еронин, Святослав Каверин, Роман Катков, Наталья Нестеренко, Денис Попов и Ирина Смолина, Андрей Васин и Алексей Волков. Оставили они свои автографы дважды с обеих сторон этого экземпляра. И последний с автограф сессии «Бабл» – это «Тор Бог Грома» со скетчем от Константина Тарасова. Эти комиксы нам удалось подписать на московском Комиконе 2019 года. Три первых выпуска «Майора Грома» с вариантной обложкой к выходу фильма. Это репринт, на котором оставили свои автографы актеры из грядущей экранизации, а именно «Любовь Аксенова», «Дмитрий Чеботарев», «Олег Чугунов», «Михаил Явланов», Александр Ситейкин и Тихон Жизневский. Также они оставили свои автографы на первом выпуске «Первой печати». И на 49-м выпуске вариантная обложка для магазина комиксов «Базинга». Это омаж на экшен-комикс номер один, первое появление Супермена. Разумеется, мы не могли пройти мимо такого замечательного гостя, как Тед Стоунс, приезд которого организовало издательство «Бабл». Лично я, с какой-то точки зрения, ради него одного туда и ехал. Из CGC к этому времени вернулись в первые выпуски Чипа и Дейла 1990 года издания. Два экземпляра с оценкой 7.0, три экземпляра с оценкой 8.0, один с оценкой 8.5, один с оценкой сохранности 9.2, но кроме того, это еще также Нью Стенд Эдишн. Те из вас, кто смотрели мой ролик про вариантные обложки, знают, как отличить Директ Маркет от Нью Стенд. И одному человеку повезло, он получил оценку 9.8. К сожалению, это не я. Также из CGC вернулись несколько комиксов, которые мы отправляли туда с другом на сухую чистку и прессовку. Прежде всего, это 135-й выпуск Человека-паука, второе появление Панишера и Ориджин Тарантуы. Да, этот комикс получил низкую оценку сохранности, отчасти из-за того, что из него была вырезана коллекционная марка Marvel, это марки, с которыми выпускали комиксы Marvel в 70-е годы, но зато был удален с задней обложки карандашный рисунок, нанесенный предыдущим владельцем. И сама обложка выглядит гораздо приятнее, у нее были удалены большинство изгибов. Два экземпляра 58-го выпуска All-Star Comics, первое появление Power Girl, тоже получили низкую оценку, всего по 3 балла. И два экземпляра первого выпуска Шазама, получили 5 баллов и 6,5. Вместе с ними приехали Капитан Марвел номер 1, Леди Смерть Блэстами Этэм номер 1, вариантная фольгированная обложка с автографом Брайана Пулида, тираж которой составил всего 500 экземпляров. Она идет в комплекте вот с таким вот сертификатом подлинности его автографа. И вот такой набор стретч-голов с Кикстартера, куда входят принт, закладка, магнитный холодильник, медиатор, деревянный жетон, два значка, 12 коллекционных карточек и две наклейки. Эйфорс номер 1, первое появление сингулярности, со скетчем и автографом от Юлии Воросаби. Гвенпул номер 1, первое появление и Смерть Сессила, тоже со скетчем от Юлии Воросаби. Это омаж на вариантную обложку для Бэтгерл от Рафаэля Альбукерки, про которую я вам рассказывал все в том же выпуске про вариантные обложки. И комикс моего друга, петля номер 1, вариантная обложка третьей печати, с автографом Андрея Тарусова, автора обложки, и Дениса Оптимистера Калмыкова. Приехали три экземпляра, Зиги Шмыг и Майкл Рукер спасают Комикон. Угадайте с автографами кого? Гражданская война, номер 1, Смерть Новых Войнов, Спидфрика, Холодного Сердца и Кобальтмена. Веном номер 6, вариантная обложка для Скорпион Комикс, возвращение Эдди Брока как Венома, с автографом Марка Багли. Чубака номер 1, вариантная обложка для AOD Collectibles, с автографом Питера Мэйхиу. True Believers Amazing Fantasy номер 1, репринт, содержащий в себе Amazing Fantasy номер 15, первое появление Человека-паука, и Спайди номер 6, с автографом Тома Холланда. Амейзинг Спайдер Мэн номер 40, 1966 год, оригин Зеленого Гоблина. Ходячие мертвецы, номер 171, с оценкой физического состояния 9,8, первое появление Хуаниты, принцессы Санчес. Это вариантная обложка от Лоренса де Феличи, с розовым автографом, та самая, в которой содержится семь дополнительных страниц из следующего выпуска. Ходячие мертвецы, номер 19, первое появление Мишон, и смерть Декстера, с оценкой физического состояния 9,8. Ходячие мертвецы, номер 15, с оценкой физического состояния 9,8, смерть Криса, Рэйчел и Сьюзи. Ходячие мертвецы, номер 11, смерть Арнольда и Лэйси Грин, с автографами Стивена Йена и Исары Уэйн Калес. Ходячие мертвецы, номер 10, с оценкой физического состояния 9,6. Это первое появление Хершела, Арнольда, Лесси, Мэгги, Билли, Рэйчел и Сьюзи Грин, а также Патриции. Ходячие мертвецы, номер 7, с оценкой физического состояния 9,8, первое появление Тайриса, Джулии и Криса, а также Лори сообщает всем, что она беременна. Ходячие мертвецы, номер 5, смерть Эмми, экземпляр с кастомным лейблом ходячих от CGC. Ходячие мертвецы, номер 3, с оценкой физического состояния 9,4, а также с автографами Роберта Киркмана и Тони Мура. Это первое появление Аллена, Донны, Билли, Бена, Джима, Дейла, Кэрол, Софии, Эмми и Андреи. И все в одном номере. И Алиэс номер 1 с оценкой физического состояния 9,6. Это первое появление Джейси Ки Джонс, а также первый комикс от Марвел с тайтлом Макс. На этом экземпляре оставили свои автографы Кристиан Риттер и Майк Кольтер. Кристиан Риттер Кристиан Риттер И первый выпуск Гражданки Бланковая обложка со скетчем Кристиан Риттер в роли Джейси Ки Джонс. Мой друг является большим фанатом Звездных войн, а потому к нему в коллекцию приехали Звездные войны номер 58 с автографом Брайана Херинга. Это кукловод, который управлял BB-8 на съемках последних частей саги. Еще одна вариантная обложка 58-го выпуска Звездных войн. На ней оставил свой автограф автор обложки Джон Тайлер Кристофер и Йен Магди Армидт, который расписался как Император Палпатин. Star Wars Age of Resistance Captain Phasma номер 1 Вариантная фотообложка с автографом Гвендолин Кристи Star Wars Age of Republic Дарт Мол номер 1 Вариантная фотообложка с автографом Рея Парка Ландо номер 1 Вариантная фотообложка с автографом Билли Ди Уильямсон Star Wars Age of Revelation Special номер 1 Вариантная обложка от Марка Чичетто с автографом Билла Хагрифса Билл является мастером по спецэффектам и реквизиту Он также разработал дизайн дроида IG-88 One for One Star Wars номер 1 с автографами Марка Хэмилэй Кэрри Фишер Кенни Бейкера и Энтони Дэниелса А также Питера Мэйхю Также к нему в коллекцию приехал первый выпуск Темного рыцаря третьей части Мастер Рейс Вариантная обложка от Фрэнка Миллера с его автографом а также автографами Брайана Азарелла Клауса Дженсона и Энди Куберта Кроме всего прочего этот экземпляр из личной коллекции Фрэнка Миллера То есть ранее он принадлежал лично ему Амейзинг Спайдермен номер 1 Вариантная обложка для Эксперт Комикс с автографами Нила Адамса Дэна Слота и Стэна Ли а также с более редкой версией кастомного лейбла Стэна Ли на котором он изображен с каноничным жестом Человека-паука и его автограф напечатан красным цветом и совершенно замечательнейший экземпляр которому лично я очень завидую это Назад в будущее номер 1 вариантная Вирджин обложка с оценкой сохранности 9.9 а также автографами Боба Гейла который является продюсером и сценаристом как фильма так и комикса Продюсеры Боб Гейл и Нейл Кантон Лей Томпсон Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда А это мой док Мой дядя док Браун Здрасте Приключения черепашек номер 1 с автографами и скетчами от Стива Лавигна Питера Лейерда и Кевина Истмана Из синглов приехали вариантная составная обложка первого выпуска Людей Икс Советские Суперсолдаты номер 1 Ник Фьюри Агент Щита номер 1 Первый выпуск Черепашек Ниндзя от Арчи Вариантная Вирджин обложка первого выпуска Назад в будущее Первый выпуск Индианы Джонса 192 выпуск Ходячих мертвецов Смерть Рика 16-й ежегодник Фантастической четверки первое появление Драгонлорда 226 выпуск Фантастической четверки первое появление Самурая Дестройера Фантастическая четверка 248 первое появление Кристофа Фаер Шторм Де Нуклеар Мэн номер 2 Первое появление Мультиплекса Фьюриу Фаер Шторм номер 17 Первое появление Фаер Хоука Адвенчер Комикс номер 1 Который содержит в себе 11 первых появлений включая Эмили Брайт Дойла Дармаму и Шейлу Мумпаду Tales of New Teen Titans Лимитка из 4 выпусков Которая содержит в себе Ориджины Сайборга Рейвин Старфайр и Ченджелинга Первый выпуск Людей в Черном Первое появление Агентов К и Агентов Джей Для тех из вас кто не знал фильм был снят по комиксу И вот в таком вот очень крутом и оригинальном конверте от Хэнк Бен Комикс мне пришла антология ужасов Монстрелла Первые три выпуска В комплекте с четырьмя мини-принтами размером с открытку И вот кое-что необычное что нам удалось подписать все на том же московском Комиконе 2019 года Два плаката Майор Гром с автографами актеров И оригинал обложки от Евгения Яковлева Зиги и Шмыг уничтожают вселенную Бабл с автографом Евгения Яковлева Кстати обращаю ваше внимание что предметы вот такого формата не упаковываются в твердый пластиковый кейс так как кейс такого размера будет слишком хрупким Еще одному моему другу в коллекцию пришла вот такая экшн-фигурка из его детства Это Робокоп 1993 года выпуска от Той Айленд Он идет в комплекте с пистолетом и ремонтной станцией Приехала еще одна маска Джейсона Вурхиса с автографом Ари Лемона который исполнил его роль в самом первом фильме Пятница 13 1980 года На этот раз на этой маске он оставил надпись Я рулю лагерем Хрустальное озеро Ну и напоследок два оригинальных арта из комикса Прототайп 2 Одиннадцатая страница и двенадцатая А на этом все До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok